Варенья у вас нет там, в случае? Да уж, варенье-то найдём. Ну вот. Конечно, как же без варенья. Можем варенье порисовать. Актёр театрального ковчега Игорь Курылёв в костюме Карлсона едет в гости к Матвею Мини Ахметову в Краснозаводск. У Матвея рак крови. Он не ходит в садик, а ездит в Балашиху на химию и гормоны. И он очень нуждается в друзьях и поддержке. Залезут, залезут, залезут. Привет! Поймаешь? Жалко. Игорь Курылёв – опытный Карлсон. Играл его во всех постановках театрального ковчега. Но маленький Матвей насторожен и сдержан. Игорь старается изо всех сил. Он очень умный у нас Матвейка. Потому что он на самом деле сразу не идёт на разговор. Внимательно слушает, внимательно присматривается, всё оценивает. И только потом, когда поймает, что всё хорошо... Я хочу уйти. У четырёхлетнего Матвея Мини Ахметова. Этого полгода назад обнаружили белокровие. Его лечат в детском онкологическом центре Балашихе. А на днях ездили в онкологический центр имени Дмитрия Рогачёва на консультацию к онкологу и неврологу. Врачи центра, созданного под патронатом Путина, видят положительную динамику в лечении. Рекомендует консультации с детским психиатром, делать гимнастику и массажи. На данный момент он сейчас находится на гормонах. Он очень агрессивный. Поэтому... Ну и ножки болят. Ну, кровь, она как бы... То падает, то повышается. То есть, там нет такого, что вот... Как у здорового ребёнка. Месяц назад в своём эфире и на сайте мы разместили номер счёта мамы Матвея и контактные телефоны. Семье сегодня очень непросто. Лечение рака – процесс долгий и дорогостоящий. Мы даже не ожидали, что такой резонанс получился вообще у нас в районе, в городе. Даже небольшую такую акцию недавно провели в школе номер 6 на звёздочке 3-й класс. Сами родители организовали эту акцию. В помощь Матвея вместо букетов цветов учительницы собрали средства в помощь Матвею. Как говорит мама Матвея, Ольга, собрано 400 тысяч рублей. Теперь родители Матвея ведут переговоры с несколькими немецкими клиниками и ищут пути для выезда на консультацию в Германию. Татьяна Борисова. События.